В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Первую очередь выезда из 6 микрорайона сдали в Видном. На сегодняшний день у нас построен линейный участок, который соединил 6 микрорайон с улицей Донбасс. Ключи от своих новых квартир в корпусе 5.1 начали получать обманутые дольщики жилого комплекса «Видный город». Было очень сложно. У нас начались суды. Мы почти год судились. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский дал большое интервью газете «Видновские вести» и телеканалу «Видное ТВ». Мне дважды пришлось Игорь Борисовичу Трескову подключать мне этому министра транспорта, Василия Дмитриевича Гержика. Но, тем не менее, вы видите, что все это случилось и случилось в 19-м году. История, затянувшаяся на долгие годы, наконец, подходит к концу. На днях в «Видном» сдали первую очередь выезда из 6 микрорайона. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский торжественно открыл проезд по новой дороге. Об этапах строительства, схемах движения и перспективах появления съезда на М4 Дон расскажет наш корреспондент Юлия Погосян. Вопрос о дополнительной дороге в районе 6 микрорайона назрел давно. И в 2017 году усилиями администрации муниципалитета удалось определить инвесторов, которые займутся строительством выезда на федеральную трассу М4 Дон. Правда, процесс затянулся. Несколько раз менялся подрядчик, да и участок оказался непростым. План строительства и смета переделывались. Инвесторам пришлось вложить дополнительные средства в реализацию проекта. Дорогу у нас строил за счет небюджетных источников. Два застройщика Брусника и Купеленки Девелопмент совокупно финансируют эту дорогу. На сегодняшний день у нас построен линейный участок, который соединил 6 микрорайон с улицы Донбасской через мост, через потепровод, через М4. Сейчас продолжаются работы, ведутся по самому непосредственному створу выезда на М4, примыкание. Из 2,2 километров 1,7 сейчас построены. Их и открыл в торжественной обстановке глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. С легкой руки главы на новую дорогу выехал первый транспорт – автоколонна Дорсервиса. Событие для местных жителей стало поистине историческим. То, что сегодня мы открываем, пусть и в первую очередь, да, это знаковое для нас событие. Вот сегодня техникостроители уже опробовали, и я вижу настроение всех сопричастных здесь сегодня. Я говорю, это сложно недооценить и трудно переоценить. Это очень важно. И Сергей Анатольевич Гаврилов, который, наверное, все-таки главный герой, потому что он жил на этом, он сегодня сказал, что сегодня счастливый день. Поэтому я хочу всех поздравить с таким замечательным делом. Более 55 тысяч местных жителей теперь будут пользоваться этим выездом из 6-го микрорайона. Это колоссально разгрузит поток автотранспорта в старой части города Видное. Мы одни из первых опробуем новую дорогу и оценим ее качество. За процессом строительства дороги неустанно следили и члены общественной палаты, и актив 6-го микрорайона, и, конечно, депутатский корпус. Все мы знаем о регулярных рейдах, в ходе которых выявлялись замечания и высказывались пожелания. Дорога с полной инфраструктурой. Тротуар, освещение, места для автобусных остановок, общественный транспорт запустят, когда сдадут вторую очередь. Целая артерия, я считаю, транспортная этого микрорайона. Депутатский корпус очень активно участвовал и в проведении общественных обсуждений, когда дорогу только планировали. Соответственно, здесь я большое спасибо хочу сказать нашим местным жителям, которые здесь живут. Они очень активно подходили к такому некому общественному контролю строительства. Что называется, держали в тонусе неустанно и депутатский корпус, и администрацию, за что им действительно большое спасибо. И спасибо, конечно, строителям. Сегодня основная часть работы уже завершена. Ждем теперь окончательный финальный выезд. А его инвесторы обещают сдать в ближайшие 2-3 месяца. Тогда у людей появится возможность выезжать из микрорайона непосредственно на трассу М4 Дон в сторону Москвы. Осталось 300 метров разгонного примыкания М4 Дон. С сетями там проблем нет, мы уже все вынесли. То есть, фактически, просто сейчас ударным темпом приступить и закончить. Весной уже завершить, в принципе, и открыть примыкание. Первая очередь новой дороги уже значительно разгрузила поток автотранспорта в старой части города Видное. Предполагается, что после полной сдачи объекта удастся поставить точку в опросе пробок на Березовой и проспекте Ленинского комсомола. Юлия Погайсян, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Они ждали этого момента с 2018 года и не верили, что наконец-то дождались. Ключи от своих новых квартир в корпусе 5.1 начали получать обманутые дольщики жилого комплекса «Видный город». Поздравила счастливых новоселов и наша съемочная группа. В 2018 году история с банкротством застройщика «Урбан Групп» прогремела на всю страну. Около 6 тысяч дольщиков в ЖК «Видный город» могли остаться без денег и без квартир. К решению проблемы подключились профильные ведомства и Государственный фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, благодаря которым возведение домов все-таки было продолжено. Первыми ключи получили в 2019 году почти 500 дольщиков 7-го корпуса. В канун Нового года были введены в эксплуатацию 6 домов жилого комплекса «Видный город». В том числе и этот дом «Корпус 5.1», в котором обеспечены права 240 граждан. Инициативная группа, да, они, конечно, огромную работу провели. Ну и, соответственно, дом РФ подключился, я думаю, совместными силами все это вот так вот сложилось. Нас не бросили, слава богу, и вот все это достроили. И вот с 25 января дольщикам корпуса 5.1 ЖК «Видный город» начали выдавать долгожданные ключи. Светлана и Олег Янтиковы приобрели квартиру в апреле 2017-го. Уже через год они рассчитывали получить ключи и начать ремонт. В итоге ждать обещанную жилплощадь пришлось два с половиной года. Все это время выплачивая ипотеку, и ежемесячную аренду за съемное жилье. Было очень сложно. У нас начались суды. Мы почти год судились. То есть у нас были проблемы со всем этим. У нас еще кладовое помещение есть. До самого последнего момента мы не верили. Вот пока ключей не будет на руках, мы не верили. Мы когда сюда зашли, ну и радость, и волнение, и слезы. Ну это слезы радости. Жилой комплекс планируется полностью достроить уже в этом году. 11 корпусов уже введены, и люди спокойно этим пользуются. И 10 у нас остается в дострое. Третий квартал 2021 года, когда этот проект должен будет быть завершен. И граждане, которые на 2018 год порядка трех тысяч оказались обманутыми в настоящее время, благополучно и спокойно могут дожидаться этого срока и получить свое жилье. Министерство жилищной политики Московской области и Госстройнадзор продолжают курировать строительство жилого комплекса и находятся в постоянном контакте с дольщиками. Поэтому будущие новоселы могут быть уверены, ключи они получат уже в этом году. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаский дал большое интервью газете «Видновские вести» и телеканалу «Видное ТВ». Оно было приурочено к году со дня начала исполнения главой своих обязанностей в Ленинском округе. В ходе беседы Алексей Спаский подвел краткие итоги прошедшего года и поделился своим видением перспектив развития муниципалитета. 2020-й был непростым, тем не менее, глава Ленинского городского округа отметил, что почти все, что было намечено, удалось воплотить в жизнь. Те планы, которые были намечены, которые мне уже пришлось озвучивать в начале года, в феврале, планы на 2020-й год, знаете, они в большей степени, ну, процентов на 95 были выполнены, а то, что было, мы календарно не успели в году 2020-м, доделывали или вот открывали, вводили в году 2021-м, понимая, что это все равно наработки труды 2020-го года. Алексей Спаский поделился своим взглядом на решение многих ключевых для муниципалитета вопросов. По его мнению, эффективность чиновника должна измеряться результатом работы, способностью выполнять обещания. У нас долгожданная вот эта реконструкция дорожной сети внутри города, в том числе выезд на Калиновку, школьная, да, и два перекрестка, она только в этом году дважды вылетала из государственных программ. Ну, по тем или иным причинам, ограниченность финансирования, мне дважды пришлось Игорь Борисовичу Трескову подключать к этому министра транспорта, Сергея Дмитриевича Гержика, но тем не менее, вы видите, что все это случилось, случилось в 2020-м году. В ходе интервью глава муниципалитета поделился планами по развитию дорожной сети округа. В частности, он подробно рассказал, что скоро начнется реконструкция Володарского и Каширского шоссе. Полгода назад я на честные вопросы жителей на приемах отвечал, что я пока не знаю вам сказать, что со сроками, то этот вопрос мы ставили неоднократно, мы, повторюсь, поднимаем его как вопрос номер один, вот это по масштабу, по масштабу бедствия, как бы то ни звучало, и по тем деньгам, которые нужно вложить для его решения. В настоящее время в госпрограмме стоит 22-й год завершения строительно-монтажных работ, но вот я буду считать, что это такая, спустя год-два, да, я вам скажу, какая главная победа вот случилась в этом периоде. Также Алексей Спаский отметил, что работа в муниципалитете всегда будет вестись с учетом мнения жителей. Система добродел. Когда она начиналась, она у чиновников всех уровней практически вызывала, ну, жутчайший антагонизм, потому что, ну, не житель теперь должен был бегать за тобой, а ты за жителем, да. Вот если пересмотреть свой подход к этому делу и всегда исходить из того, что вот человек обратился, он же не просто так, хотя есть, конечно, и такие профессиональные писатели, он обратился, потому что его что-то не устраивает. И включить логику от того, что вот мы не просто давайте человеку отписку, как это называется, там, ну, или более грубым словом сказать, а решим вопрос. И тогда он второй раз по этому вопросу не будет писать, ты второй раз не будешь писать отписку, а вот посмотреть, что можно сделать сегодня, что можно сделать завтра. Рассказал Алексей Спаский и о своем довольно необычном понимании командной работы. Я не верю в команду единомышленников. То есть мы все, как среди муниципалитетов, так и внутри, здесь среди заместителей подразделений, вообще вся жизнь построена так, что мы существуем в системе ограниченных ресурсов, да, финансовых, временных каких-то. Неважно даже, как мы друг к другу относимся, то есть мы можем даже ненавидеть друг друга, но если мы эффективно и выполняем в такой конструкции свою задачу, для меня это команда. Посмотреть полную версию интервью можно на канале Видное ТВ во вторник и среду и в наших группах в социальных сетях. За последний год, в период пандемии, волонтерство стало неотъемлемой частью жизни многих жителей округа. Сегодня активисты молодой гвардии и движения «Волонтеры Подмосковья» продолжают принимать заявки, поступающие на горячую линию штаба. Депутат Московской областной думы Юрий Липатов встретился с добровольцами в Винном. На сегодняшний день в волонтерском штабе Ленинского городского округа состоит 35 человек. В основном это юноши и девушки от 16 до 25 лет. Ежедневно они отрабатывают более 30 заявок, поступающих на прямую добровольцу или по телефону горячей линии. Их зарплата – слова благодарности и улыбки подопечных. Есть люди, которые становятся волонтерами, а есть те, которые уже рождены волонтерами. Волонтерство – это, наверное, все-таки моя жизнь. Я занимаюсь координацией волонтеров, членами молодой гвардии, которые являются членами молодой гвардии. Ребята помогают разносить продукты, помогают тем, кто находится на карантине, тем, кто болеет. В местном отделении партии «Единая Россия» волонтеры встретились с депутатом Московской областной думы Юрием Липатовым. Он пообщался с добровольцами, передал им наборы средств индивидуальной защиты, а также 30 литров антисептика. Вы, юноши и девушки, молодые, энергичные. Как говорится, не щадя живота своего с утра до вечера, занимаетесь этим очень важным, нужным делом. За это вам от имени Московской областной думы я хотел бы выразить самые сердечные слова благодарности. Благодаря нас мы бы хотели тоже поблагодарить депутатов Московской областной думы, администрацию Ленинского городского округа, депутатов, совета депутатов, за то, что они постоянно находятся на связи с волонтерами, непосредственно со мной, как руководителем штаба волонтеров. Взаимодействуют, активно помогают нам и просто заботятся о нас. Это очень приятно. За последние три месяца добровольцы выполнили 2870 заявок от жителей муниципалитета. И эта работа продолжается прямо сейчас. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, ВИДНЭТВ. В условиях пандемии и действующих ограничений учащиеся детской школой искусств поселка Развилка продолжают активно участвовать в различных творческих конкурсах. Подготовкой юных пианистов занимается Тамара Бельевская, преподаватель по классу фортепиано. Тамара Станиславовна в учреждении работает более 30 лет со дня его основания. На одном из ее уроков побывала и наша съемочная группа. Преподаватель по классу фортепиано Тамара Бельевская считает себя счастливым человеком, потому что всю жизнь занимается любимым делом. Тамара Станиславовна с детства мечтала научиться играть на инструменте и стать учителем музыки. В детской школе искусств поселка Развилка она работает с 1979 года, со дня открытия учреждения. Теперь наша школа новая, появилось много инструментов, педагогов. Я очень рада и здорово работать в таком коллективе высоких профессионалов и благородных людей по-настоящему. Воспитанники Тамары Бельевской становятся лауреатами многих конкурсов, а выпускники поступают в лучшие музыкальные вузы страны. И несмотря на пандемию, учащиеся Развилковской ДШИ продолжают участвовать в творческих состязаниях. Мы ездили даже в Ярославль, там есть у нас дети-победители, есть второе место лауреаты, и третье место, и ансамбли побеждали. Сейчас у Тамары Станиславовны 15 учеников в возрасте от 6 до 17 лет. В феврале многие из них примут участие сразу в трех фортепианных конкурсах, которые пройдут в Видном, в Броницах и в поселке Развилка. Девятилетняя Ангелина Бурлакова репетирует программу, с которой будет выступать на музыкальных фестивалях. Она уже три года занимается музыкой. Девочка признается, мама очень хотела, чтобы дочь освоила инструмент. Потому что у нас фортепиано когда появилось, когда мама захотела, чтобы мы и моя сестра, тогда чтобы мы занимались музыкой и умели играть на фортепиано. Мама говорила, что сначала прадедушка купила фортепиано, потом это оказалось у бабушки и дедушки, и они нам передали фортепиано. А мама Аглая Авдеевой тоже была ученицей Тамары Бельевской. Сама Аглая хочет научиться играть и на других инструментах. Я хочу на барабанах и на гитаре. Я скоро буду на них играть. Меня мама скоро забишет. Для меня самое трудное – это сольфеджио. Я там мало чего понимаю. Тамара Станиславовна рассказывает, что уроки должны быть интересными. А чтобы они такими стали, надо постараться. Ведь современных детей сложнее увлечь. Я бы сказала, что современными детьми потруднее, потому что они очень заняты вот этими гаджетами, много времени проводят, а у них остается мало времени, к сожалению, на занятия музыкой. И вообще, и отношение у них другое немножечко было. Как в наше время, мы учителя боготворили, там не могли сказать ничего против, и слушались очень, выполняли задания. Сейчас в другое время, к сожалению, родители по-другому относятся, дети. Героиня нашего сюжета объясняет своим ученикам, что они не имеют права играть небрежно и безграмотно. Ведь музыкант – это проводник от композитора к слушателям. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!